Доброе утро, друзья! 21 декабря. Пробегается Новый год. Вчера, наконец-то. За 6-7 месяцев. Снеба посыпалась влага, то есть, вода в виде снега. А вот, машину пришлось даже откапывать. Впервые за более полугода. Вот таких условий мы живем. Но не просто живем, мы не просто вырываем. Очень много сенсаций я преподнес. Вы знаете, когда делали еще запорцы и разные ОКИ. Представляю себе, что кто-то в это время в России изобрел Лексус. Вот. К примеру, в Амбардине. Вот примерно такая разница. Но автопроб не заметил. А вот так, наука не заметила на сенсации, которую преподношу я и мои ученики. Вот. Ну, насчет того, что началось это 1-20 назад. Рубрика, которую я сейчас веду, называется «Опыт у моих учеников и друзей». Вот. Две 20 лет назад я начал продавать саженцы. И это выглядело вот так. Через 20 лет, смотрите. Причем они стали еще краше, еще лучше со временем. Это особая технология называется «Настроение винта». Вот. Ну, это не все. Вот. Я помню, как я когда-то... Ой, нет. Воспоминания. Это все в прошлом. Давайте вернемся к сегодняшнему дню. Вот. Посмотрим сюда. Вот это вот я сейчас расшифрую вот эти вот фотографии. Несколько минут спустя. Так. А пока давайте посмотрим письмо. Рекон Светинович. Почитаем. Это Сидоров Валерий Петрович. Это с моего сада. Огород Муски. Справка Огород Муски. Это темношка область. Это все те садисы по обликовским пассивам, которые ты мне прислал. Почти 8 лет. Почти 8 лет. Которые ты мне прислал. Вот мои почти 8 лет работы. Теперь есть что-то для моих показать. Для этого. Кроме собой было нечем. Тут что-то твое, что-то мое. А вот орехи и ингредиенты не работал. Яблоки твои. Тотопор карлокатный. Вот. Ты прислал черенки сливы китайские. Абрикос. Такой абрикос. Ну, сохранились только королевские. Ну, и академик. Ну, какой-то академик. Ну, и твой дикий, как ты его называешь. Ну, это речь, конечно, о королевских абрикосах. Когда ты его называл дикий. Вот он вышел. А то какие-то результаты пробовал приливать на северную муку. Результат есть. Привел. Гуча похвалится. Ну, для меня это вообще за пределами как-то абрикосов и черемуху. Ну, ладно. Посмотрим фотографии. Знаешь, Константин, спасибо тебе. Спасибо не было бы тебя. Не пришел бы ты мне материал. Нечем бы мне было работать. Этой красоты бы не было. Первый год в этом году я получил 1 слив. И абрикосов были еще немного. А севера дала все кому-то деревья, просто деревья ломались. Ну, смотрим. Внимание. Вот отсюда зачем. Это, вот. Все догадается какой-то шорт. Но факт, что это случилось 8 лет, ничего не погибло. Терминская область, она западнее, она почти рядом, через горы. Только там климат прожжёстший. Но результат есть, не боимся. Ну, какой-то терморт. Он еще и художник. Да. Наверное, это личина юридора фунток. Здорово. 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 В Сибири это величайшая редкость. Красота какая. Обещательно. Ну, явный человек, который растит, но не знает все эти премудрости, которые я называю. Эта самая стрижка. Деревья с целью их уничтожения. Как красоты. Пока вот оно такое, как вы видите на экране. Ну, казалось бы. Ну, что это такого? Ну, что? Ну, конечно. Это страшный сон для этих самых дизайнеров. Вот. А вот подстригли моих. Они бы стали покрасивее, но мертвее. Красота. Это Сибирь. И это даже не какая-то, для говоря, якобы. Ну, да. Действительно, какая-то лучше Клима Сибирь. Там-то за граммой-то. Все не так просто, но результат вы видите. Ну, что я скажу напоследок? А, тут еще было его письмо. Валерий Константинович, ты понял, что это Сидоров тебе смс-ку отправил такую большую? В одну тысячу... В одну тысячу... Ой, в каком же ты мне году-то дал? В шестнадцатом ты мне прислал. В шестнадцатом ты мне прислал первые череки абрикосовые. А в семнадцатом ты мне прислал посты счастливого. Вот с этим материалом я это все время и работал. Помнишь, я тебе говорил, когда к тебе приезжал, что я пока еще в пинетках хожу по саду, мне пока с тобой поговорить не есть. Ну, теперь уже молитву могу с тобой поговорить. Теперь уже есть о чем поговорить. Результат у меня есть. До твоего результата, конечно, еще пока далеко. Но, думаю, еще лет пять-шесть и я тебя переплю. Как минимум, переплю тебя. Вот. У тебя нет орехов у меня есть. У тебя нет винограда у меня есть. Вот. И будет все время абрикосы. А абрикосы будут такие, каких у тебя никогда не было. Спасибо тебе большое. Дай Бог тебе здоровья. Ну, вот видите, друзья. Что мне это? Я могу только сказать по-моему таких честнолюбимых друзей у меня было. На этом позвольте отклониться. Вот. Заказывайте косточки, как он заказал. Черенки, как он заказал. Черенки, как он заказал. Черенки скоро охотятся. Косточек еще много, но есть такие отдельные моменты, чего уже нет. Наконец-то и кончились у меня черенки розовых рентгенеров. За ними была особая погода. Вот. Вот. Но еще есть десятки наименований. Вот. Но, тем не менее, советую заказывать сейчас в сухом виде. Прекрасно проходит, сохраняется до сертификации. До свидания. Я рассказал очередную серию баски какую-то. Вот. Это только часть моей работы. Вот. Страна большая. Мои посадочные материалы расходятся по всей стране. У многих результаты лучше меня. Лучше. Лучше. Потому что во многих большей части России климат лучше. И почему там во многих регионах ни одного абрикоса до сих пор. И удивление никак не оставляет. Ну, до свидания, друзья. До свидания. До свидания.